Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио Спутник в Крыму. Приветствую, друзья, в студии Илона Тунанина. Если вы заглянете в православный церковный календарь, то увидите, что 28 июля – это день памяти князя Владимира, крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. Традиционно в этот день в церкви проводят крестные ходы. Во многих странах канонической территории Русской Православной Церкви, в том числе на Украине. Кстати, накануне как раз на Украине прошел крестный ход, он собрал более 300 тысяч человек. А князя Владимира и о том, как крещение Руси повлияло на наше национальное самосознание, нашу культуру, а также о том, была ли у наших предков альтернатива в выборе веры, поговорим с доктором исторических наук, профессором кафедры истории России, исторического факультета Таврической Академии Крымского Федерального Университета Андреем Ишиным. Предлагаю начать с личности самого князя Владимира. Неординарная личность, интересно вообще наблюдать за трансформацией этого человека. Насколько мне известно, на момент принятия решения о выборе веры, князю Владимиру было немногим более 20 лет. Слыл он сильным жестоким язычником, у него было пять жен, наложницы. Известно также, что князь Владимир убил своего брата Ярополка, и тут вдруг маятник качнулся в другую сторону, вплоть до того, что приняв веру, князь Владимир запретил смертную казнь, что впоследствии привело к разгулу бандитизма и так далее. Но что произошло с этим человеком? Почему вдруг такие метаморфозы с ним происходят? Или все-таки не вдруг? Спасибо большое за вопрос. Действительно, князь Владимир к моменту крещения был молодым человеком. Он вошел в крещальную купель Херсонеса Таврического у нас в Крыму, когда ему было всего 26 лет. Он родился, я напомню, около 962 года. Вот в ваших характеристиках действительно есть значительная доля правды, но я просто хотел обратить внимание на то, что эпоха, в которую жил князь Владимир, в которой он трудился, была эпохой довольно суровой. Это средние века, где очень часто все решало силы оружия, все решал меч, хитрость, коварство порой. Не до гуманизма было, да, в ту эпоху. Нравы, которые царили в обществе, они тоже ведь, конечно, оказывали колоссальное влияние на характер правления любого человека, который находился у власти. Так, в той или иной мере. И в этом отношении, я просто хочу напомнить слова о повести временных лет. Авторам, которые в лице замечаете несколько летописей, да, жили оке-двери, за редчайшим исключением. В основном-то вот эти дикие языческие нравы, они доминировали, да, то есть не было стройной системной культуры. Конечно, какие-то взлеты отдельные были в культуре, но они были крайне фрагментарно незначительной. Не было стройных единых представлений о единстве страны, отечества, государства. Вот было множество у нас племенных союзов, да, поляне, древляне, родимичи, кривичи, уличи, тиверсы, северяне, эльменские, словения и так далее. И в этом отношении стояла колоссальная проблема, чтобы все-таки сформировать единое культурное, духовное пространство, консолидировать общество, задать некую цивилизационную трансисторическую перспективу. И язычество, не то чтобы оно не позволяло бы вообще этого делать. Мы знаем, что возникали могучие империи в языческом формате, например, Римская империя, да, была долгое время языческой, Монгольская империя была, начальная языческая империя, Чингисхана, например, да, но, тем не менее, все-таки этого было явно недостаточно, чтобы общество поднять на высокую цивилизационную ступень. Князь Владимир, как человек, чрезвычайно умный, а это действительно настоящий гроссмейстер, да, в политических процессах. Мы знаем, что это чуть ли не единственное принято в истории, когда он отказался брать дань спобежденных венгров только на том основании, что они ваши кожаные сапоги. Они усилятся и выступят против нас. Лучше иметь и в качестве друзей, чем в качестве данников, говорил князь Владимир. И вот он прекрасно понимает все эти колоссальные цивилизационные политические проблемы. И, конечно, он сам лично остро ощущает духовный кризис, который общество окутало вот этим мраком языческой эпохи. Он ощущает лично этот духовный кризис. И поэтому он интересуется, как живут в других странах, как живут люди, которые верят в иных богов, нежели славяне там верят, да, мы знаем, и в Перуна, и в Волоса, и в Сварога, и в Дождь Бога, и в других богов. И вот мы знаем, что он, как человек пытливый, разумный, беседует сначала с миссионерами, представителями разных конфессий, иными словами, да, и беседует очень внимательно. И решение принять христианство, причем по-восточному, тогда еще не было такого жорсткого деления, да, на католичество, православие, только в 1054 году оно уже окончательно это деление обозначится. Но тем не менее уже тогда были очень серьезные отличия между Западом и Востоком, в фунтуре, в духовности, в богословии. И вот знаем, что... Как вы думаете, Андрей Вячеславович, вот что именно подкупило князя Владимира? Вообще, вот, судя по вашим словам, мне кажется, это такой больше, скорее всего, ну, если примитивно говорить, такой политический выбор был все-таки князя Владимира. Не столько, возможно, сердцем, сколько такой, судя по тому, что вы говорите. Есть такой стереотип, вот есть такой стереотип, он даже в некоторых учебниках у нас отразился, как или иначе, да, вот то, что это был выбор именно политический, то, что это было обусловлено политическим расчетом. Вот, на мой взгляд, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на две фундаментальные, очевидные для внимательного любого, для внимательного историка вещи. Первое, ведь князь Владимир, подчеркиваю, еще раз выбирал не только междуязычеством и христианством в данном случае, да, он выбирал еще между Западом и Востоком, в самом глубоком философском понимании этого слова. И обратите внимание, ведь он отказал Западу, мотивируя этот выбор тем, что так поступали и наши предки. Сейчас опыт мудрой княгини Ольги, которая приняла христианство ранее еще, в 955 или в 957 году, называются две основные даты. Ну, это не суть важна, разница в два года. Но, тем не менее, княгиня Ольга отвергает западный обряд христианский, будущее к откричеству, отсылает немцев, в кавычках, да, как пишет поиск временных лет, немцев из Рима, вот. И князь Владимир поступает точно так же. Идите, ибо свои страны, ибо отцы наши не приняли этого. Это очень важный момент. И второй момент, ведь обратите внимание на то, что князь Владимир после принятия крещения, я еще расскажу, как это случилось, и с чем это случилось именно у вас в Крыму, он ведь меняется лично сам, кардинально причем меняется. Мало того, что он оставляет полностью языческий образ жизни, да, он становится человеком совершенно иного плана, благотворителем, до которых жертвует огромные суммы нищим, убогим, хромым, которые даже не могут дойти до княжеского двора, он отправляет специальные повозки, чтобы им развозили еду, провиант, одежду. Мы знаем, что он даже пытается, как вы правильно отметили вначале, отменить смертную казнь полностью. Это в средние суровые века. И, как говорили, на церковной иерархии убеждает окончательно не идти на по этому пути, потому что тогда начнется хаос и, по сути, безвластие. Да, тут можно сказать, что, возможно, он своим примером, как вот одна из версий, своим примером хотел показать, что такое христианство, но, с другой стороны, все-таки непопулярные меры, не такие популярные в обществе. Опять же, та же самая отмена смертной казни, на которой все равно его соратники настаивали, ее пришлось вернуть впоследствии. Знаете, вот насчет популярности тут вопрос очень спорный. Я просто хочу отметить, что Владимир в народной традиции назвали как? Красным солнышком. Его назвали так не летописцы, его назвали так не какие-то официальные историографы. Так его наименовал сам народ. Это очень важно. Вот народная память – это очень консервативный источник. И такое высокое наименование, оно, конечно, обусловлено не только осознанием значения христианства для нашей страны. Оно обусловлено некой генетической, я бы даже сказал, памятью. А человеку свойственно помнить не просто добро вообще, как таковое, да, а добро адресно сделанное. То есть этот человек действительно благотворил, благотворил искренне, благотворил от всей души. И это доходило до ума, до сердца каждого человека, который жил в ту эпоху в нашей стране, в Древней Руси, в нашем Отечестве. И это предавалось из уст в уста, из поколения в поколение, на уровень генетической памяти. У нас было много замечательных князей, великих правителей, мудрых, но красным солнышком назвали только князя Владимира. Несмотря на то, что, как вы правильно вначале отметили, он вел до своего просвещения, до того, как он принял лично христианство, он вел весьма образ жизни с сомнительной, с рабственной точки зрения. Но когда этот выбор веры осуществлялся, он беседовал с миссионерами, я подчеркиваю, это была такая стадия первая, можно сказать, когда он задумался о смене доктрины духовной. Обращайте внимание, все миссионеры пытались ему как-то уводить, чем-то ему польстить. А вот человек, который прибыл из Византии, богослов или философ, как его называют источники, исторический философ, он показал ему всю нелицеприятную очевидность языческого пространства, духовного, культурного, политического. Он показал ему образ страшного суда, наконец, чем начать его поразил, потому что это было очень смело. Ибо, входя из того образа жизни, который вел князь Владимир, конечно, он никак не по правую сторону окажется на страшном суде. Он это прекрасно понимал. Многие, еще в эпоху Римской империи, проповедники за это поплатились головой. Как я, ну, напишусь, хочу напомнить историю христианства первых трех веков. Это такую историю. Но у нас Владимир, как человек разумный, подчеркиваю еще раз, он отправляет этого философа с честью, дарами, с благодарностью. И вот тут начинается новая точка отчета его мировоззренческого бытия. Вот с этого момента. И потом он уже отправляет своих послов в разные страны. И опять же, ключевой мотив, который двигал князя Владимиром при выборе веры, какой был? Это, опять же, ощущение духовной гармонии и красоты. Когда посл ему доказывают, что мы не знали на небе мы или на земле во время православного обслуживания знаменитой Софии Константинопольской, он тогда сказал, где премиум крещения, да? Где тебе будет любо. И вот тут опять второй раз в его жизни ключевую роль играет опыт его бабки Ольги, да? Ибо не приняла бы тогда православие твоя мудрая бабушка, княгиня Ольга, говорят ему послы. И тогда он окончательно решает войти в крещальную купю. Тут еще политические события разворачиваются таким образом, что византийские императоры Василий и Константин просят его о помощи, соправители, в связи с мятежом в империи, который поднял полководец Вардафока. Им необходимо не только политической поддержкой, но и конкретной военной поддержкой по стороне русского князя. Он дает им отборный отряд, в числе 6 тысяч воинов, дружинников, которые помогают справиться с мятежом. Взамен Владимир подвигает условия породниться династически с византийским правящим домом. Но византийцы не спешат исполнять свою часть обязательств, потому что это было не в традициях ни Первого Рима Западно-Римской империи, ни Второго Рима Византии родниться с варварами. И вот тогда Владимир решает принять удивительный поход в Крым, в Херсонес. Главное, по сути, форпост византийского влияния в Крыму. И я думаю, что тут можно выделить несколько ключевых причин, почему он именно в Херсонес отправляется. Тоже очень интересный вопрос. Для того, чтобы принудить византийцев исполнить свою часть данных им обязательств. Вы понимаете, до Владимира, по сути дела, его отец родной, князь Игорь Игоревич воевал в Переославце, на Дунае, в Болгарии. Его дед Игорь ходил на Константинополь. Родственник ближайший, князь Олег, ходил на Константинополь. Почему в Херсонес отправляется князь Владимир? Во-первых, мы знаем, что был договор заключен еще при князь Игоре, при дедушке гнязя Владимира с византийцами 1944 года, где оговорились владения византийцев в Крыму, их неприкосновенности, соответственно, русские интересы в Крыму. С другой стороны, в Крым тогда уже, по сути, прочно входил в орбиту влияния Руси и называлось Черное море, по данным арабских географов, русским морем. Вот к этому же времени были огромные торговые факторы. И здесь столетиям ранее, в 861 году Кирилл и Мефози обнаружили какие-то славянские письмены, которые помогли им создать затем славянскую азбуку, уже развитую, универсальную, совершенную. То есть, иными словами, Владимир, по сути, шел к себе домой, шел к своим и рассчитывал на помощь своих, идя в Херсонес. Что, собственно, и подтвердилось. Он, собственно, Херсонес берет в основном как невооруженным путем, да, а старается действовать принуждением к сдаче Херсонеситов. Он нацепает нацить, которую они потом тайно вносят себе, раскистивая, делая подкопы. Он пытается выводить их, капитулировать. В конфликтах он по совету некоего Анастаса Корсунянина, очевидно, человеку полномоченного этой русской торговой фактории, хорошо знавшим славянский язык, перекапывают туда паровоз, и херсонесицы такие сдаются, да. По сути, бескровная такая сдача Херсонеса. И затем уже византийцы спешат исполнить свою часть обязательств, при этом ставя условия, чтобы Владимир все-таки был уже не язычником христианином. Но Владимир к этому времени уже статистически принял решение в суставатный источник, он стал христианином. И он с радостью, по сути дела, исполняет данные принятые им решения и данные обещания византийским императорам. То есть принятие христианства он решил до похода еще в херсонес. Вот так сложилось, а соответственно, что здесь сложилось... Но опять же, идя с походом, да, то есть он ведет себя еще не как христианин, да, опять же, вот все эти... У него это, понимаете, происходит действительно духовное пробуждение. Он воочию уже видит, его уже не по-своему докладывают, он воочию сталкивается с удивительной крымской традицией. Кстати, я напомню, что не только в Константинополе была София, храм, главный храм, по сути, православной византии. София, премудрость Божия, так называли этому Христа, я напомню, да. В Крыму тоже были Софийские храмы. Мы знаем, что Софийский храм был в городе Сураже, в нынешнем Судаке, где за 200 лет премьера до Владимира, согласно источникам агеографическим, то есть житийной литературе, крестился новгородский князь Бравлин. Мы знаем, что и в Херсоне, в Херсонесе, или как он называет, в корсуне, тоже была Софийская базилика, да. То есть он воочию здесь видит христианскую традицию. Плюс ко всему мы знаем, что он еще и глазами разболелся, да, и вот после крещения он действительно прозрел духовно и физически воскликнув «Теперь узрел я Бога истинного», как вам это лето здесь транслирует. То есть, иными словами, это духовное пробуждение, оно здесь у него проявилось в полной мере. И вот что очень важно, когда вот некоторые авторы, историки, пытаются оспоривать крымскую версию, скажем так, крещения князя Владимира, они забывают об одной простой вещи, что сама церковная иерархия русской церкви, она врастает, очень прочно врастает в нашу крымскую почву. Все священники главного храма Руси, построенного князем Владимиром уже после возвращения в Киев, да, Десятинная церковь, в честь успения Божьей Матери, все священники были херсонеситами в этом храме. Это очень важный момент. Отсюда Владимир привозит чудотворную Корсунускую икону, отсюда он привозит часть мощей главу великого святого раннего христианства Климента Римского, утопленного здесь, как мы помним, в Охтярской бухте, и мощи которого были обнаружены еще Мефодием и Кириллом здесь, в Крыму. И честная глава Климента Римского находится в Киево-Печерской лавре и мироточит. То, что очень важно. То есть это не просто какие-то данные далеких веков, это реальность сегодняшнего дня в том числе, потому что многие святыни, о них мы знаем хорошо не только по наслышке, но потому что они и сегодня существуют в пространстве Русской Православной Церкви. Андрей Вячеславович, мы много говорили, да, и вы, вернее, много говорили о трансформации самого князя Владимира. Как ему, с помощью каких инструментов удалось убедить народ, что эта вера необходима, что православие необходимо, и как шел этот процесс, сам процесс крещения Руси. Много и мифов вокруг этого, и в том числе некоторые утверждают о том, что якобы крещение Руси, оно сопровождалось там едва ли там, ну, некровавым каким-то геноцидом, каких-то невиданных масштабов. Вот что можете по этому поводу сказать? Вы знаете, это очень еще раз распространено мифов сегодня, которые также, к сожалению, находят отношения, иногда находят проявления в научной литературе порой, хотя при этом авторы, которые пишут о насилии при христианизации Руси, они не приводят никаких веских аргументов в отношении своей версии. Мы знаем, опираясь на источники, о нескольких очень важных моментах. Первое, что, конечно, христианство на Руси, как явление именно, оно появляется еще задолго до князя Владимира. И археология это подтверждает, и на тельные крестики находят, и мы знаем, что существовали еще христианские храмы, еще даже при князе Игоре, при княгине Ольге, тем более, которая принимает христианство, но, к сожалению, и не удается убедиться, кстати, христианство, его сына Святослава, что, конечно, препятствует быстрому соцсоединению христианства по всей Древней Руси. Мы знаем, что был храм святого пророка Ильи при князе Игоре, правда, скорее всего, деревянный он был. Часть дружины давала обязательство соблюдать договор с византийцами и так далее. Но все-таки доминировала языческая доктрина. Что происходит при князе Владимире? При князе Владимире, по сути, происходит смена освещаемой государственной властью шкалы нравственных ценностей, когда государство официально в лице князя исповедует, что мы теперь христиане. Наши ценности – это ценности Царства Небесного, милосердия, патриотизма, прощения, любви к своей стране, любви к своей церкви. Иными словами, на смену языческому, потребительскому подходу. Ведь язычество в чем выражается, в первую очередь? Живи сегодняшним днем, ешь, пей, веселись, невзирая на то, какой ценой тебе это достается. Принеси жертву богам, и все будет хорошо, без таких духовных усилий. Здесь же христианство требует именно духовных усилий от человека, требует подвига, личного преображения его жизни. И в этом отношении Владимир, он действует силой своего авторитета. Он говорит, что те, кто не придут креститься на Днепр, а крещение происходило в притоке, напомню, Днепра, в Почайнике являн. И, кстати, произошло это, скорее всего, 14 августа, хочу обратить на это внимание, тоже интереснейший момент. И сам князь Владимир, вероятнее всего, по письменным источникам, крестился 27 апреля в Херсонесе. Это была Великая Суббота, то есть канун Пасхи 988 года. Крещение киевлян состояло 14 августа, что тоже находит отражение в церковных календарях. Но мы празднуем крещение Руси 28 июля, потому что это день памяти самого князя Владимира. Он в этот день ушел в вечность. Недавно вспоминали тысячелетие этой великой даты. А сегодня вспоминаем 1033 года крещения Руси. У нас полторы минуты остается, Андрей Вячеславович, если вот коротко. И авторитет, а понимаете, когда же языческие волхвы в ряде регионов необъятной Руси поднимали весьма кровавые восстания, то есть они не просто выступали против решения князя Владимира, они убивали женщин. Например, мы знаем, когда действовали ростовские волхвы, вспарывали им животы, например, да, когда они начинали громить вот местные немногочисленные христианские общины, как это было в Новгороде, вот тогда уже власть вынуждена была обнажать меч. Например, воевода Владимира Добрыня, легендарный Добрыня Никитич, да, дядя и воспитатель князя Владимира, в этом случае обнажал меч, защищая местных немногочисленных христиан. Но это не насилие, связанное с принятием христианства, это попытка защитить христиан от произвола, террора, вот этих разбойничьих шай, которые очень часто возглавлялись как раз вот этими самыми языческими шрицами-волхвами. И примеры этих восстаний не столь уж многочисленные, они скорее носили такой эпизодический фрагментарный характер. Но самое главное, вы посмотрите, если мы откроем православный календарь, как много святых у нас становится уже в первые века, даже в первые десятилетия принятия крещения. Огромное количество людей, ставших действительно святыми. Святым невозможно человека заставить, да. Вот, можно человека теоретически заставить там какие-то обряды совершать, но святым становится в православии только, когда человек завершает свой земной путь и пользуется огромным уважением авторитетом своих ближних. Андрей Вячеславович, простите, вынуждена вас прервать, слушала бы еще как минимум полчаса, но, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андрей Ишин был на связи со студией. Огромное спасибо вам, до свидания. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».